Доброе утро, уважаемые трейдеры! Подготовкой к новогодним праздникам. Друзья, нам нужно все-таки завершить этот год, дотянуть с оценкой фундамента, с разбором полетов. Нужно не упускать ни одного важного события, соответственно, сохранить преемственность, которую мы с вами придерживались на протяжении всего 2017 года и плавно так вот перекочевать 2018 год, вооруженный фундаментом, новостным фоном, ожиданиями и также с боевым настроем продолжать спекуляции, торговать традиционным набором инструментов, которые мы с вами разбираемся каждый день из одной торговой сессии в другую. То, что происходит на рынке сейчас, это ясно и явно уже видно оживленные движения, которые лучше, чем в начале недели, но все равно еще не дотягивают до полноценного звания такого статуса рождественского района. Ну, согласитесь, у нас еще с вами две полноценные торговые сессии, поэтому, возможно, что-то интересное произойдет как раз сегодня и завтра. По экономическому календарю, к сожалению, снова нельзя выделить каких-то отдельных суперотчетов, на которые изначально можно ориентироваться, поскольку сегодня у нас, опять же, день только начинается. Это статистика заявки на пособие по безработице, то есть это классика жанра американского рынка труда, которую мы с вами анализируем каждую неделю. В 16.30 это релиза и далее, вот что важнее, это статистика по запасам нефти США. Для тех трейдеров, которые спекулируют нефтянкой, закрытие этого года может как раз оказаться довольно-таки интересным, потому что у нас сегодня крутой отчет, и завтра мы будем замыкать неделю и год еще релизом от нефтесервисной компании Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Я думаю, что не нужно делать акцент на то, что это серьезные инфоповоды, события, которые в локальном моменте приводят в движение нефтянку. И плюс к всему позволяет нам обратить внимание на актуальные цифры по показателям нефтедобычи в Штатах как в важнейшем регионе для, возможно, будущего ценового, такого конъюнтурного от нефти. Ну и понятие по количеству нефтяных терминалов, сколько нефти может добываться, собственно, дальше, сохраняется ли тенденция роста этих терминалов, и действительно ли США продолжают наши вот эти амбициозные планы стать страной номер один по количеству производимой нефтянки, водородов. Судя по всему, это действительно так, планы здесь не меняются. Мне бы очень хотелось, друзья, сказать вам, что такой крутой фундамент есть и для рынка Форекса, но, к сожалению, не могу этого сделать, потому что тот анализ, который мне сейчас приходится проводить по новостным сфоткам, он не позволяет выйти в какой-то отдельный инфоповод, которому еще стоит подготовиться. Напротив, очень много уже комментариев, которые ссылаются на то, что рынок готовится закрыть этот год, уже начинает умекать, думать о том, что произойдет с ключевыми режимами монетарных политик отдельных регуляторов в 2018 году, как к новой статистической среде адаптируется еврозона, что будет с программой количественного смягчения, сколько раз мы еще от ФРС увидим действия по повышению процентной ставки, что будет с процентными ставками в Англии, в Канаде, будет ли Резервный банк Австралии продолжать действовать в конве прежних мягких режимов, собственно, так же, как и Резервный банк Новой Зеландии. Это вопросы, которые мы с вами разбирали в этом году и вот с ними окачуем уже в 2018 год. Вот, безусловно, будем, собственно, на передовой, как и всегда, оставаться я уже в первых числах января, друзья, снова буду с вами, поэтому ни один отчет от нас не пускай из них, мы с вами будем детально все разбирать. Ну, а теперь давайте вкратце подведем итоги все-таки вчерашнего дня, пусть не было каких-то серьезных отчетов, но я думаю, то, что освежите в воспоминаниях то, с чем мы работаем сейчас, это правильно. Давайте начнем с нефтянки, потому что это традиционный инструмент, с которым мы стартуем каждый брифинг, собственно, клоус вчерашнего дня 65.96, при этом мы немножко скорректировались с локального хай, который был зафиксирован на отметке 66.52. Сейчас торгуемся пониже, но в целом мы видим то, что интерес к нефти сохраняется. Если вернуться к причинам, которые толкнули нефтянку выше, это, опять же, сообщение о срыве поставок из Ливии. Опять же, напоминаю, что по данным Reuters, из-за взрыва нефтепровода под угрозой экспорта из данного государства, собственно, Ближневосточного, оказалось около 100 тысяч баррелей в сутки. Учитывая, что до этого мы говорили про Fortis System, это нефтепровод, который пролегает, собственно, по дну Северного моря, тоже там проблемы. Сейчас транзит нефти остановлен из-за проблем с оборудованием. Это тоже важная тема, которая раньше способствовала покупкам нефтянки. Сейчас мы говорим уже про еще больший дефицит, казалось бы, предложений для глобального рынка, поскольку сокращается экспорт. Напомню, что по оценкам, если нефтепровод из Ливии, это 100 тысяч баррелей экспорта. Что касается Fortis Systems, это чуть побольше. Примерно 500 тысяч, ну, не чутье, побольше, скажем так. Около 600 тысяч баррелей в сутки сейчас на глобальный рынок не поступает, потому что не позволяет это делать отчасти локально разрушенная инфраструктура. Ну, для Ливии, может быть, это термин применим. Для, конечно же, нефтепровода, а Fortis System, это не совсем так. Поэтому, друзья, я лишь напоминаю вам, что если рынок сейчас закладывается в плане роста под то, что у нас есть вот по этим двум инфоповодам, вы понимаете, что, скорее всего, будет совершенно другая динамика, когда основа нефти по этим нефтяным бандыстралям будет опущена. Последнее сообщение оператора, который обслуживает Fortis Systems, произойдет это в первых числах января. Я думаю, что будем мы еще с вами на январских праздниках, нефтепровод уже возобновит свою работу. Я думаю, что обязательно нужно будет тем, кто следит за нефтянкой, посмотреть в первых числах за котировками бренды WTI. Вы увидите даже без возможного на появлении каких-то сообщений или новостей, насколько динамично она заходит. Я надеюсь, что мы все-таки станем наблюдать с вами коннекцию, потому что возвращение на рынок в ближних объемах – это возвращение к прежним проблемам, связанным с высокими показателями поставок. Да, мы еще с вами оцениваем глобальные показатели, способы приложения, то, сколько нефти на рынок поступает. Мы говорим про Штаты, то, что из-за очень серьезной просадки WTI относительно бренда. Конечно же, Штаты сейчас используют это во благо для себя, потому что они используют это глупо. Их нефть очень дешевая по сравнению с тем же самым брендом. И, конечно же, пользуется большим способом у крупных потребителей нефти. Поэтому, сравнивая показатели поставок на глобальный рынок Штатов в этом году по сравнению с прошлыми, мы увидим серьезный рост и прогресс. И знаем то, что в планах продолжить эту глобальную экспансию. И действительно, она будет продолжаться ровно до тех пор, пока ОПЕК и прочие регионы действуют скованы, скажем, этими обязательствами лирического пакта. Мы имеем представление о конкретных сроках, это до конца 2018 года, пока что в текущей редакции этот пакт будет действовать. Соответственно, друзья, вы понимаете, что Штаты реально выйдут на показатели 10 миллионов. Как только на рынок придет вот это осознание, как только с этими цифрами как неизбежно начнут работать крупные трейдеры и инвесторы, мы увидим разворот. Я на него очень сильно рассчитываю. Возможно, он произойдет, он может случиться и через несколько часов. Но, скорее всего, полноценное коллекционное ралли у нас начнется только после того, как мы получим сообщение о том, что нефть снова пущена через возобновленную работу Fortens Systems, это нефтепровода в Северном море. Напоминаю, что ориентировочные сроки это первые числа на январе. Также хочу отметить, друзья, то, что в следующей неделе мы с вами начнем с прогноза Международного аналитического агентства по спросу на нефть уже в будущем году. Я думаю, то, что с одной стороны Международного аналитического агентства немного подогреет интересы нефтянки, отметив то, что запасы нефти снижаются. Но, с другой стороны, я думаю, то, что будут пересмотрены прогнозы спроса тоже в сторону снижения. И мы знаем, как рынок активно реагирует на эти заявления, потому что возвращается к проблеме избыточного предложения, которое не удается сейчас выбрать с рынка даже за счет, собственно, действия соглашения и стран ОПЕК, и в том числе и России, которые и стали идейными вдохновителями самого аналитического пакта. Поэтому, друзья, мы следим за этим прогнозом. Коррекция может развиться, если прогноз о спросе на нефть будет снижен. Это еще один дополнительный аргумент, почему нужно сейчас быть крайне смотрительными, торгуя нефтью, особенно если вы подумываете о подкрытии длинных позиций. То есть, если распродажи будут существенные, я думаю, что вы сможете ответить, почему они случились, но я хочу, чтобы вы все-таки знали о причинах той или иной динамики, при этом находясь в верном направлении рынка. Если не занимали длинные позиции раньше, то сейчас точно уже не нужно это делать, друзья, потому что считанные дни, а может быть даже часы остаются к тому, чтобы с рынка были убраны прежние факторы роста активов ультогорода, WCI и Brent. Рубль 57-58, пока картина не меняется, да она, собственно, и не изменится до тех пор, пока мы не увидим снижение нефти. Но уверен то, что нескольких процентов у Brent будет вполне достаточно, чтобы мы снова приблизились с вами к сопротивлению в 60 рублей против доллара. Европейская валюта против американца. Сейчас котировки, кстати, вот последние, которые я указал, они могут быть немного неактуальными. 1.19.09, то есть мы снова выше сопротивления, но теперь уже отметка 1.19 это поддержка. Европейская валюта растет только по одной причине, потому что снижается доллар. Причины снижения доллара мы сейчас попробуем охарактеризовать, но я думаю, что это все равно лишь попытка объяснить то, что с долларом происходит. Ну, может быть, даже эта попытка не совсем удачна, потому что в целом, общаясь со своими коллегами, друзья, ну, вывод, он напрашивается сам собой. То, что доллар сейчас безосновательно снижается, особенно на фоне того фундаментального прогресса, который был получен и достигнут, в принципе, на протяжении декабря, то есть вот занавес 17-го года мы сейчас про это тоже пару слов отметим, но чтобы далеко не отходить от евро, я лишь хочу отметить тот факт, что если мы сейчас все-таки признаем то, что на европейскую валюту оказывает влияние доллар, то, разумеется, восстановление американского актива по мере возможной дополнительной поддержки статистики уже на следующей неделе может обернуться такими же распродажами для евро. То, что евро сейчас крайне нервозный инструмент в отношении реакции на национальный фундамент, это так. Нам доказала это еще прошлая пятница, когда мы помним, после того, как на рынке появились результаты выборов региональных в Каталонии, европейская валюта серьезно просела, потому что трейдеры, которые раньше тоже росли по евро из-за слабости доллара, вспомнили, что есть и проблемы национального характера, они никуда не деваются. Но сейчас я думаю, что те, кто работает с евро, знают о этих политических рисках, но трудно сейчас, собственно, им совладать с той динамикой, которая показывает основной конкурент евро-долг. Поэтому, друзья, если хватает еще терпения, нужно ждать вот этого все-таки логичного восходящего движения американца, как реакция на национальный фундамент, что будет сопровождаться такими же распродажами рисковых инструментов. Я длинные позиции по евро сейчас не поддерживаю, продолжаю склоняться в пользу занятия корольких позиций, и думаю, что вы меня в этом плане поддерживаете. Доллар японская, иена, в целом можно сказать то, что рождественская, новогодняя неделя явно сейчас складывается не в пользу покупателей, потому что мы говорили о том, что пара доллар-иена смещается к поддержке 113 иен за доллар. Сейчас вот на азиатской сессии мы вовсе преодолели уже эту планку. Доллар продолжает снижаться, еще низкая ликвидность торгов усиливает дополнительный прессинг на этого инструмента. Что касается причин, друзья, основная идея, что то реагирует на небольшую коррекцию доходности американских казначейских облигаций, также реагирует на то, что под конец года никто из представителей ФРС не порадовал и не обнадежил нас комментариями о планах ФРС относительно процентных ставок на будущий год. Обычно каждую неделю кто-то договорился, сейчас у нас какое-то затишье, и рынок к этому не привык. Но не знаю, насколько это те самые причины, которыми стоит объяснить и снижение доллара решать вам. Я считаю, в целом, несмотря на то, что я отмечаю эти причины, все-таки основной фактор снижения доллара кроется, опять же, в деятельности маркетмейкеров, которые сейчас просто играют против толпы, которые, скорее всего, так же, как и, скажем, большинство фундаменталистов, оценивают шансы на восстановление доллара. Я придерживаюсь прежней позиции, друзья, то, что на таком фундаменте, который сложился сейчас, но не вырасти, ну, просто невозможно. Потому что если доллар не будет расти на факте повышения процентной ставки, на прогнозах дальнейшего ужесточения режима, на налоговой реформе, друзья, которая является первым значимым, серьезным изменением налогового законодательства за последние 30 лет, законодательство, которое, по сути, существенно улучшит жизнь корпоративному сектору, позволит им аккумулировать больше свободной ликвидности, позволит увеличить инвестиции, собственно, в бизнес, это станет, в конечном счете, следствием роста заработных плат, и, конечно же, будет стимулировать экономическое восстановление региона. Но как на этом не могут расти, собственно, доходности трейджа, если как, при этом они не могут поддерживать доллар. Это для меня такая новогодняя загадка. Друзья, я все-таки еще питаю надеждой на то, что доллар должен быть более адекватным в плане реакции на то, что сейчас происходит. И если эта адекватность будет проявлена до конца этого года, мы сможем увидеть все-таки восстановление с текущих, на мой взгляд, крайне минимальных ценовых значений. Короткие позиции я даже не допускаю. Если говорить про фундамент, у нас последние две торговые сессии в основном на сводке экономического календаря Банка Японии. Но я лишь акцентирую ваше внимание на то, что вчера, что сегодня Банк Японии подтвердил то, что остается привержен мягкой экономической политике, то, что на достижение цели появляться понадобится очень много времени. И статистику мы тоже видим, да, она может быть и прогрессирует даже за довольно растянутые промежутки времени. Но она все равно далека от тех целевых значений, которые были обозначены, собственно, самим регулятором. И в связи с тем, что еще та же самая инфляция не дотянула до цели, конечно же, Банк Японии вынужден действовать в рамках и низких процентных ставок, и тех таргетов, которые справедливы к отношению показателей доходности облигаций, и, собственно, действовать в соответствии с программой количественного значения, которые вы все знаете, даже не помышляя о том, чтобы, скажем, встать на путь регуляторов, уже начавших ужесточать монетарную политику. При этом такой фундамент – это, конечно же, сигнал, почему японская валюта должна слабить. Но в данном случае это тоже не нашло логичного отклика в динамике пары доллара и японской иены, потому что снижение пары – это следствие того, что укрепляется японская валюта, ну или падает доллар. Пока фундамент полностью разобщен с текущей действительностью, как я уже отметил, друзья, давайте все-таки соберемся с вами, не будем терять надежду на то, что доллар должен оказаться повыше. Из других инструментов австралийцев против доллара у нас были с вами ценовые значения, я их, в принципе, обозначал, как мы действуем по австралийцу, как мы действуем по новозеландцу. Котировки по австралийскому доллару сейчас 0,7784. В принципе, можно, как я уже отмечал, продавать в расчете на то, что в ближайшее время нам придется неизбежно вернуться вместе с трейдерами к последним комментариям Резервного банка Австралии и к тому, что данный регулятор будет все-таки отстаивать прежнюю идею мягкого экономического режима. Австралийцы сейчас пользуются поддержкой ралли, идущего в отношении сырьевых инструментов. У нас растет, между прочим, не только нефть, но и растет уголь, растет медь. Это важнейшие экспортные ресурсы для Австралии. Поэтому вот вам и причинно-следственные связи, из-за которых австралийцы сейчас довольно бодро чувствуют себя на рынке. Но разворот, друзья, он тоже может случиться в любой момент по австралийцу. Я уже отметил, я вообще не рассматриваю длинные позиции, потому что понимаю, что если сами трейдеры сейчас не затащат пару ниже, то, по крайней мере, спустя, если рост продолжится уже там 100 пунктов, это сделает Резервный банк Австралии словесными интервенциями, которые уже неоднократно приводили к резкому снижению активов. По новозеландцу картина тоже похожа. Котировки 0,70-0,76 я рекомендовал продавать с уровня 0,70-0,50. По австралийцу, кстати, в начале этой недели мы с вами поставили окошку 0,76-0,80. Я думаю, что с этого уровня как раз и нужно проявлять активность. Американский фондовый рынок 2686, несмотря на то, что мы сколько раз уже сбился со счета, переписывал исторический максимум, нужно признать то, что налоговая реформа, которая все-таки была реализована, соответственно, теперь нужно ожидать положительных изменений в корпоративной среде, может стать бустом и очередным серьезным фактором поддержки для и Ток Джонса, и для NASDAQ, и для S&P в будущем году. Но я думаю, что не все так просто, и вряд ли те трейдеры, которые сейчас, кстати, оппозиция спекулятивная по американскому фондовому рынку, находятся на исторических максимумах, но действительно он растет, все больше и больше ликвидности вливается в этот рынок. Сейчас инвестициями в американскую фондовую занимается чуть не каждое второе, собственно, не каждое второе американское домохозяйство, да и не только. Ну, согласитесь, пахнет тем, что разворот уже близок, потому что только на рынке вырисовываются вот эти экстремы, когда в возможность развития какой-то конкретной тенденции начинают верить все, как раз и случаются серьезные сдвиги по фазе, в данном случае серьезные распродажи. Я допускаю то, что налоговая реформа, она может быть не сразу станет таким путеводным огнем для корпоративного сектора, потому что, может быть, еще какое-то время помусолит риски этой реформы. А риск, как я уже отмечал, это рост государственного долга как минимум на полтора триллиона долларов. Ну, посмотрим, как будут стоять дела дальше. Друзья, собственно, на этом все по событиям, которые мы сегодня ждем. Начальник брифинга отметил. Давайте все-таки попробуем выжать из текущей динамики то направление рынка, которое нам нужно. Это рост доллара. Не оставлять спекуляций. Пока что еще расслабляться рано. Нужно протерпеть еще две торговые сессии, уже потом уйти на заслуженные, затяжные выходные. Завтра снова в прямом эфире, друзья. Я с вами в 9.30 по московскому времени. В очередной раз подведем итоги, посмотрим. И я надеюсь, что нам завтра будет поговорить о чем в плане интересных событий текущей торговой сессии. И хотелось бы, чтобы завтра мы могли бы говорить о локальном восстановлении доллара. И, соответственно, коррекции нефтянки. О чем вот я уже пытался намекнуть в плане ожиданий. Хорошей вам торговой сессии. Собственно, до завтра. Всего доброго. До свидания.